Значит, Виктор из Магад-Эс-Гуарда. Спасибо за донат. Кургинян. Если менять пенсионную систему, то, по примеру, Дании или Швейцарии. Кургиняна мне Виктор посоветовал как нетупого коммуниста. Давайте попробуем прочитать. Вновление должно произойти по своему вопросу, как в Дании или Швейцарии, заявил президент... Бла-бла-бла. Кургинян. В пидорача смысл игры на канале Суть Времени. Кургиняна понесена, что на текущий момент в условиях полуфеодально-полукриминального настоящего буржуазной России предлагается два решения проблемы пенсионного обеспечения граждан. Либо отложить на пять лет решение вопроса, либо законсервировать и найти источник финансирования. Я могу бы сказать, в принципе, источник финансирования. Тут есть дворец, один как раз где-то там, около Геленджика. Там, в принципе, можно найти пару источников. Ну ладно. Эти предложения никого не закрывают. Так, лидер движения заявил о наличии альтернативы вышеописанного варианта. Гражданин отчисляет накопление на личный пенсионный счет. Ну, а сейчас как? По достижении возраста нетрудоспособности он имеет доступ к средствам, которые можно конвертировать в пенсию или снять. При начислении процентов коммерческих банков с умеренными рисками гражданин будет иметь пенсию не меньшую. Ты крыльплачу с пенсионным фондом сейчас или даже большую. Эксперт выразил недоумение по поводу текущих функций пенсионного фонда. Если распределение перед награждением пенсионным счетом дотации с год бюджета, на что тратится 7% оборота, это сотни миллиардов рублей ежегодно. Это все, в принципе, звучит круто и здорово с одной большой проблемой. Насколько я понимаю, в пенсионном фонде сейчас нет какого-то огромного склада денег. То есть то, что мы сегодня платим, это то, что прямо сейчас уже отдается пенсионерам. То есть если сегодня кто-то из вас платит налог, то, скорее всего, один пенсионер как раз и получает с каждого примерно рабочего эту самую пенсию из одного-двух там работяг. То есть там, я так понимаю, там нет огромной какой-то горы денег. Ну, грубо говоря, сделать обязательный банковский вклад, да, по большому счету. Ну, я не знаю, то есть неужели, исходя из одной умной мысли, он становится сразу умным коммунистом? То есть, ну, она не то, что даже умная, просто, ну, окей, типа, ладно, это можно так, нормально, мне будет похуй. Я вообще, конечно, пенсию вертел кое-где, и я от всей души надеюсь, что мне она не пригодится. И я буду делать все на свете для того, чтобы эти, там, 10-20 тысяч, 5-10, не знаю, сколько, пофигу, мне были, ну, как, не знаю, просто такой, как кекис. То есть мне кажется, вообще, в принципе, человеку надо не рассчитывать на пенсию. Пенсия — это, скорее, как спасение такое для, ну, типа, людей по тем или иным причинам, не сколотившим себе капитал. И более чем, ну, по-другому воспринимать это не надо. То есть нужно, мне кажется, мотивировать больше народ к именно финансовой грамотности, сколачиванию капитала. И пенсия должна быть, я думаю, абсолютно, ну, с какого-то возраста точно. То есть те, кто сейчас очень пожилые люди, которые все время практически провели при Советском Союзе, и у них не было особой возможности каких-то там, не знаю, в общем, чего-то там в плане бизнеса сделать их, я думаю, ну, можно и пожалеть, пожалуй, да, то есть включая ветеранов войны и так далее. И вообще, в целом, ветеранам войны также и в других каких-то войн, не только в Великой Отечественной, тоже можно, в принципе, какое-то уважение проявить. Но в целом пенсия, я считаю, должна быть абсолютно нищенская, маленькая, скотская, свинская, просто милипиздрическая. По той простой причине, чтобы людям не хотелось жить только на пенсию, чтобы мотивировать людей что-то делать, быть полезными социуму, колотить какой-то капитал, придумывать, блядь, я не знаю, любую хуйню. То есть всю жизнь, если ты не откладывал деньги, не собирал их в банковский счет, а пробухивал, ну тогда, сука, иди, блядь, под старость лет и на огороде копай картошку и, блядь, продавай ее, а не живи просто на пенсию. Если ты, это самое, ну не знаю, там еще что-то там по каким-то причинам у тебя нет, ну вот, блядь, если не будешь получать большую пенсию, например, как тот же военный, военным платят большую пенсию достаточно, то, ну то есть, блядь, тогда придумай что-нибудь в бизнесе. То есть, ну, сделай что-то, купи себе дом какой-нибудь, сдавай его там, какую-нибудь комнату в ипотеку возьми. То есть, я считаю, что должна быть именно низкая пенсия просто для того, чтобы мотивировать людей к сколачиванию капитала. За исключением некоторых случаев, где, думаю, вины у тех людей нет и так далее. Ну и в целом, может быть, даже имеет смысл отменять пенсию для, скажем, капиталовладельцев какой-то. Понятно, что там будут все хитрить, юлить и так далее, но я бы что-то вот такое сделал, чтобы, например, для очень крупных как-то она там поменьше была именно на этих капиталовладельцев. Вот. При этом дать какие-то льготы им наоборот. То есть, если ты не получаешь пенсию, то ты можешь получать, скажем, какие-то льготы, преференции, которые не будут получать обычные пенессионеры, там, не капиталовладельцы. Я бы что-нибудь такое придумал. То есть, именно что-то должно быть такое, чтобы мотивировать людей больше подкопить к старости лет и в то же самое время, чтобы не было мотивации делать вид... Ну, короче, чтобы... Ну, вот так. То есть, не платить тем, кому не надо, и в то же самое время, чтобы не было мотивации делать вид, что тебе надо. Вот такие примерно у меня на этот счет мысли. Тут у него он предлагает альтернативой появление Народного банка, куда стекаются отчисления граждан под контролем общественных сил. Банк этот инвестирует... Так любой банк так делает. Любой банк собирает бабки со всех, инвестирует и проценты берет частично себе и частично гражданам. Кредит — это, по сути, тоже инвестиция банка просто в частное лицо. Убространение железных дорог, бла-бла-бла. Для начала ему передать. Ну, короче, тут что-то... Я ничего интересного здесь не вижу, честно говоря. Никакого интересного предложения. Обычный какой-то, ну, такой экономический, примитивный достаточно ход, примитивный популизм как раз. То есть, ничего интересного. Неплохо, это неплохая идея, но в ней ничего интересного я не вижу. Переход на прогрессивное налого... Переход на прогрессивное налогообложение и без того... Спасибо, дорогой Виктор из Макадасгарда. Да, нормально, нормально. Прогрессивное налогообложение в России сегодняшний задушит и без того периферийный... 2077-й... Спасибо большое за донат. Да, я прочитал там уже текст. Прогрессивная шкала налогообложения в сегодняшней России задушит и без того периферийный малоразвитый капитализм. Я бы вообще, наоборот, сделал регрессивную шкалу, чтобы богачи меньше платили налогов, вот все, чтобы бедным было быть невыгодно. То есть, давайте с бедных больше налогов собирать, чтобы бедные богатели. То есть, вообще, я считаю, надо запретить быть бедными. И давайте жрать бедных. То есть, вот мы решим проблему и голода, и бедности. Просто нужно начать питаться бедными людьми. А если серьезно, то прогрессивную шкалу делать не надо. Либо очень аккуратно и... Ну, нет. Нет. То есть, блядь. Ну, на самом деле, экономически сейчас плюс-минус все нормально в России. Именно вот в плане того, как с людьми обходится. Не всегда, но плюс-минус нормально. Плохо только что... Говорю, просто грамотности не хватает. Больше, я считаю, государство должно уделять внимание финансовой грамотности. То есть, именно не давать рыбу людям, а давать им удочки. То есть, научить людей именно... Что вы, блядь, у вас возможности есть, мы вам их даем. Вы, блядь, пожалуйста, что-то делаете, работаете. Мы вам поможем, мы вам поддержим. То есть, помогать именно полезным элементам общества. Предпринимателям. Как сейчас помогают, например, самозанятым. То есть, дают там очень низкую процентную ставку. У нас, в принципе, плюс-минус очень неплохо все устроено. Но ключевое, что плюс-минус много бюрократии, много проблем и так далее. А в плане пенсии постепенно ее можно нахуй отменять вообще. Или делать мизерной. Ну, за исключением некоторых, конечно, случаев. Где-то наоборот, что это она, блядь, такая высокая. Какого хуя просто чувак там повоевал. И у него там даже не повоевал, а типа послужил в армии. Есть чуваки, которые служат типа на севере. И у них там огромные пенсии. И квартиры им выдают. При том, что те же ветераны как раз, там, как-то у них непонятно. То есть, ну, есть проблемные моменты с этим совсем в России. То есть, я считаю, тут несправедливо настолько вот как-то в военке уделять слишком большую любовь. Так, 70 миллиардов в лору год. Переход на прогрессивную налоговую. Нормальная борьба с воровством. Ну, блядь, нормальная борьба с воровством даст не столько. Как бы хорошая борьба с воровством, мне кажется, вообще может, блядь, процентов, там, раза в два увеличить бюджет. И так далее. То есть, проблема именно с разворованием, коррупцией, вообще гнилостью немножко системы. Вот, я думаю, она чуть ли не центральная. После их смерти наследовалась. А, еще и чтобы оно наследовалось, да, то есть, чтобы этот капитал наследовался. Интересно, в принципе. В чем здесь коммунизм? Это, в принципе, интересное такое капиталистическое решение. Спасибо, дорогой Глеб, за нас, спасибо. Это такой, как бы, социализм, то есть, это интересная социальная мера для развитого капитализма. То есть, он правильно сказал про Данию и Швейцарию. В Дании и Швейцарии так можно, потому что Дания и Швейцария – это страны не просто развитого капитализма, это страны зажравшегося, охуевшего от золота капитализма, у которых абсолютно все прекрасно. Соответственно, Россия, к сожалению, пока что страна периферийная, периферийного капитализма, мне кажется, так у нас невозможно. Так, мне уже сейчас нужно будет отбежать, ребятки. Станешь презиком, будут ли привилегии для подписчиков? Вряд ли. В Европе есть аккуратная прогрессивная шкала? Ну вот да, да, то есть, типа, в Америке интересно, то есть, ты платишь больше, но только на ту часть, которая выше суммы определенной. То есть, до 10 тысяч долларов ты платишь, допустим, 10%, если ты зарабатываешь 15, то ты платишь, например, 15%, но только на ту сумму, которая свыше этих 10 тысяч долларов. То есть, вот такая прогрессивная шкала, это интересно. Да, в огромной стране, ну, в огромном количестве стран ужасно все и так далее. Ну, честно, как в Уругвай, я не понял, не знаю, но понятно, что моряки не получают пенсию, потому что ходят под иностранных выкладывал налоги. Хреново. Ты фрилансер, поэтому соцобеспечение... Что-то такое получается, да. Почему после секса с ним вожжается в удостливой силу, хочется кушать и спать? Потому что ты тратишь калории и энергию. Так. Алло, алло. Все, я убежал, ребят. Секрет, какое время. Все, я убежал, ребят. 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 Продолжение следует...